Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Гость студии». И сегодня мы пригласили для беседы главного врача Барановичской центральной поликлиники Виктора Павловича Михайловского. Виктор Павлович, расскажите, как медики готовятся к своему профессиональному празднику. Уважаемые телезрители, жители нашего города, наверное, я хочу сказать, что мы подошли к нашему профессиональному празднику с чувством оптимизма. И с чувством того, что все-таки развитие здравоохранения в Баранском регионе, оно наметило тенденцию к улучшению. И вы тоже замечаете, как изменяется и улучшается материально-техническая база. Это и строительство гинекологического отделения родильного дома, и приемного покоя с эвакуационным выходом в Барановичской городской больнице. Также идет подготовка помещения под установку нового дорогостоящего оборудования. И ввиду того, что много внимания уделяется и городским исполнительным комитетам, и выделение финансирования под установку этого оборудования, это очень дорогостоящие объекты, и очень много надо в строительство вкладывать. Но, тем не менее, приятно то, что демография все-таки дает нам какую-то уверенность в завтрашнем дне, ввиду того, что уже на протяжении нескольких последних лет по городу Барановича появилась динамика положительно-естественного прироста. И при сравнении с тремя, буквально даже с пятью месяцами 2014 года и 2015 год, по городу Барановича родилось на 36 человек больше, чем умерло. То есть положительно-естественный прирост на 36 человек. И в общем, именно введением новых каких-то инновационных методов лечения, нового оборудования, более ранняя диагностика, более эффективная диагностика позволила нам сократить общую смертность за пять месяцев 2015 года на 7% и по сравнению с 2013 годом на 10%. И в трудоспособном возрасте мы также сумели сократить смертность во всей популяции, это город Баранович и Барановском районе на 5,3% и по сравнению с 2013 годом на 5,8%. Ну, сказать цифры, это вроде сухо, просто сухая цифра. Но за этими цифрами стоит жизнь людей и это дорогого стоит. Даже если нам удается спасать, скажем, тех же 5-6% на 210 тысяч, это большое количество людей. Ну, а без материальной технической базы, без возможностей в нашу, скажем, эру новых технологий, новых возможностей, когда в Республике Беларусь идет и трансплантология развивается, и пересадка из сердца, и почек, и печени, и пересаживаются легкие. То есть наука движется, медицинская наука движется вперед. И то, что в Барановском регионе появляется возможность делать высокотехнологичные операции, вот та же пересадка суставов. При пересадке суставов, вот когда начинал Барановский регион, вот городская больница отделения травматологии, тотальное допротезирование суставов, в очереди стояло 360 человек на тотальное допротезирование. На сегодняшний день за прошлый год прооперировано 100 человек заменили суставы, и в очереди на трансплантацию сустава стоит 60 человек в регионе. И то, что оборудование, которое уже оплачено управлением здравоохранения, то есть из средств областного бюджета, 15,5 миллиардов за ангиографический комплекс, ангиограф, он уже пришел к нам в город, мы его разгрузили, получили в городскую больницу. Сейчас идет подготовка помещений, и начнется установка данного оборудования, введение его в эксплуатацию. Это позволит также на более ранних этапах предотвращать, скажем, при остром коронарном синдроме, при инфарктном состоянии, оказать вовремя помощь, избежать пациенту инфаркта миокарда. Соответственно, если не было инфаркта, человек не пережил инфаркт миокарда, то есть не дошел до инфаркта миокарда, соответственно, у него не будет ни группы инвалидности, он будет трудоспособен, не нужно будет большие, там, дорогостоящие какие-то препараты для того, чтобы провести реабилитацию после таких осложнений. Это оборудование также планируем при условии, что если будет нормальное финансирование, динамичное, где-то к сентябрю ввести в эксплуатацию. Может, сентябрь, октябрь, все будет зависеть от того, как мы сможем его ввести и сдать промоатомнадзору, потому что тоже оборудование рентгенологическое, это и радиационная безопасность и так далее. Вот эти комиссии будут отслеживать, смотреть и давать нам допуск к введению этого оборудования. Но это тоже позволит нам уменьшить измертность при остром коронарном синдроме, от инфаркта миокарда, также обследовать больных с инсультами, то есть смотреть ишемический или геморрагический инсульт, находить стенозы сосудов, находить тромбы, их лизировать. То есть это начало, скажем так, большого регионального проекта, который мы будем оказывать помощь в межрегиональный, у нас будет центр межрегиональный, Гансович, Ильякович, Ивацевич, вот этим пациентам для оказания при остром коронарном синдроме помощи и обследования. За этим сперва вводится будет ангиография, потом после этого будет вводиться стентирование, точно так же, как в Бресте, когда ставятся стенты при сужении коронарных сосудов, и то есть это как лечебная уже сама процедура. Врачи у нас уже готовы, два врача уже прошли подготовку, прошли подготовку в Минске, сейчас будут проходить еще в Бресте на рабочем месте, еще два доктора поехали на подготовку в Минск, на четырехмесячную подготовку и к введению оборудования, у нас будут все готовы специалисты, то есть это оборудование не будут проставить, оно приступит прямо сразу к работе. Скажите, пожалуйста, вот, конечно, не хочется говорить о проблемных вопросах в преддверии праздника, но все-таки на одном из последних заседаний Бронарического горосполкома поднимался вопрос об оказании населению стоматологических услуг, где вы отметили, что 60% составляет износ оборудования, какие-то, может, изменения в этой сфере планируются в этом году или нет? На этот год мы тоже планировали, под тому финансированием, что выйдет на закупку оборудования, конечно, заменить все стоматологические установки одночасно, мы такого сделать не можем, и ввиду того, что износ есть, до 60% износ того стоматологического оборудования, но оно работает, то есть это оборудование таких уже, ну, скажем, очень старых изношенных кресел нет, но ввиду того, что нагрузка большая, и количество людей обслуживается, конечно, тоже очень большое, ну, оно приходит, конечно, в какую-то негонность, но его ремонтируем, делаем, оно работает. На этот год с тем финансированием, что выделено, мы планируем закупку одной стоматологической установки, это порядка 120-130 миллионов рублей белорусская установка стоит, и на следующий год мы будем планировать тоже по выделению финансирования, ну, минимум две установки, опять же, для закупки оборудования. То, что тоже планируется по стоматологическому обслуживанию населения, дополнительно, вот было, когда заседание исполкома, дополнительно мы изыскали возможность открыть два стоматологических кабинета, один стоматологический, детский, детский будем открывать места, потому что проблема с детской стоматологией, большая очередь, конечно, не хватает и специалистов, вот сейчас приходят молодые специалисты, мы будем комплектовывать с августа месяца вот эти два кабинета, один кабинет на Чкалово, в две рабочие смены будет открыт, и второй кабинет стоматологический, тоже на одно рабочее место, в две смены, будет открыт на филиале поликлиники детской Жуково, Там тоже будет стоматологическая установка и доктор-двесменно будет принимать детей. Мы хотим именно приблизить помощь к детям-школьникам школ Северного микрорайона, они все пойдут туда. Ну и плюс дополнительная возможность появится по обращению к стоматологу детскому на улицу Чкалова. Это позволит порядка 140 дополнительных талонов дать в день на посещение к стоматологу детей. Ну и это уменьшит, конечно, и очереди, и доступность станет намного лучше. По стоматологии у нас уже проходит проектно-сметная документация, экспертизу. Есть строительный проект по реконструкции хирургического крыла на Мицкевича, поликлинике на Мицкевича. Порядка 4 миллиардов будет проектно-сметная документация. Полностью будет переоборудован и вход, и входная группа, и хирургическое крыло. Вместе с тем рентген-кабинет будет сделан, поставлено современное рентгенологическое оборудование, которое тоже позволит более точно диагностировать стоматологическую патологию. При удалении зуба, при депульпировании, когда надо каналы пломбировать, то есть будет стоять новое современное оборудование, и это тоже на порядок увеличит качество стоматологической помощи. Один из наиболее острых вопросов сегодня – это проблема нехватки медицинских кадров. Врачей какой специальности не хватает в нашем городе? Если взять по всем кадрам, которые у нас в здравоохранении есть, это порядка 5650 человек. Это весь медицинский персонал, который оказывает медицинскую помощь как в городе, так и в районе. Из них 1200 составок – это врачи, то есть это медперсонал с высшим образованием. По физическим лицам, которые работают в здравоохранении – это 298 человек на этих 1200 ставках. Но в чем проблема? Проблема еще, что не все ставки у нас заняты, то есть заместительство идет на эти вакантные ставки, люди подрабатывают на полторы ставки, на 1,25 ставки. Но крайне необходимо нам, скажем, узкие специалисты – это аллергологи, эндокринологи, нефрологи, ревматологи – это те узкие специалисты, которых надо длительно готовить и которые, ну скажем, большую несут и физическую нагрузку. У них обычный рабочий день 8-часовой, большое количество пациентов, но не сразу нельзя врача после окончания университета поставить узким специалистом. То есть надо, чтобы прошло время, его подготовить. Точно так же, как трудно подготовить хирурга, травматолога. Хотя с хирургами-травматологами в настоящее время у нас проблем нет, пришло очень много молодых специалистов, мы смогли укомплектовать и стационары, и поликлиники вот этих специальностей. И, наверное, ультразвуковая диагностика – проблема по врачам ультразвуковой диагностики и по стоматологии. По стоматологии тоже к нам, хотя и много приходят молодых врачей-стоматологов, но, как правило, отток в эти все частные стоматологии, которые открывают, они где-то уходят туда, отрабатывая у нас. Но все-таки с каждым годом к нам специалистов приходит больше. И на этот год, на первое рабочее место приходит 55 молодых врачей. На следующий год мы уже знаем, что к нам 58 молодых врачей придет. Буквально 5 лет назад приходило 10-12, максимально 30 человек, и сейчас 55-58. 2-3 года мы решим проблему с кадрами полностью. И даже с учетом того, что из врачей 258 докторов у нас работают в сфере, это, скажем, пенсионного возраста. Ну, они еще трудоспособны, работают, но они пенсионного возраста. И если такое количество молодых врачей на первое место будет приходить, ну, мы будем обновлять и также пенсионеров где-то отправлять на пенсию, давать дорогу молодым специалистам. Так что в ближайшее время эта проблема решится. Виктор Павлович, уже фактически готово гинекологическое отделение. На каком стадии работа оно находится, какие работы еще осталось провести, и когда оно распахнет свои двери? Ну, вот вопрос, когда распахнет оно двери, тоже очень интересный. Он всегда обсуждается. Все это зависит от того финансирования, которое выделяется под этот объект. Под этот объект он финансируется из областного бюджета. Стоимость объекта 173,8 миллиарда. То есть это дорогостоящий объект. И на сегодня, на 15 число, строительная готовность данного объекта 91,2%. То есть вы видите, какое красивое здание получается и снаружи. Идут отделочные работы внутри. Это здание будет полностью соответствовать всем санитарным нормам и правилам. Будут одно-двухместные, максимально трехместные палаты, которые будут отдельно, сразу же в палате находиться и душ, и санузел. Ну, это, скажем, современный уровень условий пребывания пациентов в этой гинекологическом отделении будет. Но на сегодня самая большая проблема – это закупка медицинского оборудования и укомплектование той же медицинской мебелью, кроватями. На это надо порядка 43,5 миллиарда еще дополнительных средств, которые тоже включены в эту смету, для того, чтобы окончить объект. То есть, буквально на этой неделе тоже будут решаться в область полкома вопрос о том финансировании, как будет финансироваться, потому что оборудование надо еще заказывать. Там надо медицинское оборудование, которое монтируется, которое встраивать надо. Это и рентген, кабинет, и операционные, то есть это и потолочные бестеневые лампы в операционную, подведение консолей, медицинских газов. Ну, это своя специфика, которую надо в первую очередь сделать, а потом дальше уже закупать остальное оборудование. Одни стены, к сожалению, не лечат. Необходимо, чтобы было и оборудование, и ультразвуковые аппараты, и те же бактерицидные лампы, чтобы стояли, и кондиционеры. То есть, ну, соответствовало полностью тем требованиям к санитарным нормам и правилам, что это, скажем, хирургического профиля гинекологическое отделение, там, где и операции, должна быть стерильность, ну, и свои нормы и правила, без них мы, к сожалению, их не введем. Но мы надеемся, надеемся на то, что финансы будут вовремя поступать, и этот объект, вот такой будет подарок нашим жительницам, вот женщинам в городе, они того заслуживают, потому что в последнее время увеличилась и рождаемость в нашем городе. Ну, в этом году немножко пошел спад рождаемости, но, тем не менее, женщины у нас рожают, демографию поправляют, они правильно понимают то, что, конечно, жизнь, она движется, и для того, чтобы жизнь прогрессировала, надо, чтобы рождались маленькие дети, маленькие наши жители города Барановича. Может быть, в преддверии праздника вы назовете фамилии тех врачей, кого можно назвать цветом барановической медицины? Ну, знаете, сказать цветом, кого-то выделить, кого-то обидеть, кого-то нет. Нет, каждый доктор, который старается и делает свою работу честно, ответственно, он заслуживает уважения. Скажу, что врачебный труд – это тяжелый титанический труд, это поток отрицательной какой-то энергии, которая идет от пациента, это тоже доктор должен просто пережить через себя, чтобы оказать помощь. И как-то выделять кто-то лучше, кто-то хуже, наверное, я бы переднем медика это не стал делать. Наверное, в городе вы все слышали, председатель городсполкома вручал на День Победы гранты, которые и лучшие руководители, и лучшие хирурги, и лучший акушер-гинеколог, и фельдшер, и фельдшер скорой помощи. Но все медицинские работники, они заслуживают слов благодарности и уважения за тот труд, который они делают, и каждый день они приходят и оказывают помощь пациентам. Ну, конечно, самый тяжелый труд – это на скорой помощи, которая первое, лицо первого контакта с больными, тяжелыми больными, и, конечно, городская больница, многопрофильная больница, которая берет на себя всю экстренную патологию. Хотя и вторая больница тоже оказывает помощь свою специфическую, и пульмонологическую, гастроэнтерологическую, и роддом с гинекологией свои, конечно, лепту вносят в здравоохранение. Если взять только по родильному дому, в год до 3200 родов, ну, это тоже большое количество, и это все на тех врачей, которые оказывают помощь. Также и в детской больнице. В каждой больнице есть свои специалисты и, ну, свои хорошие, знаменитые люди, которые знают и в городе. И поэтому я как-то бы перед Днем Медика не хотел бы выделять вот кого-то, потом скажут, вот кого-то обидел, кого-то не обидел, поэтому, наверное, надо поздравить всех, всех наших специалистов. А может быть, вы как раз бы, пользуясь случаем, поздравили своих коллег с этим праздником? Ну, наверное, да. Наверное, это правильно, пользуясь случаем. Я хочу поздравить всех наших коллег, всех медицинских работников с этим хорошим, светлым праздником, праздником нашим профессиональным Днем Медицинского Работника. В канун праздника я хочу вам пожелать самое главное крепкого здоровья вам, вашим близким, тепла, уюта в вашем доме. Если будет тепло, уютно в доме и будет у вас хорошее здоровье, вам будет хотеться идти на работу. Вы с этим положительными энергиями будете приходить к пациенту и делиться вот своей энергией, своим добром, своим теплом с больным. Больной будет, конечно, выздоравливать. И если мы вместе будем стоять на страже нашего здоровья, и с помощью того, что идет новое оборудование, появляются новые возможности, приходят новые молодые врачи, которые тоже владеют высокой технологией, хорошо владеют техникой компьютерной, интернет, то есть, которая позволяет обучаться и получать те знания, которые необходимы на современном этапе для оказания медицинской помощи. Так что еще раз здоровья, счастья вам, успехов, ну и всего-всего наилучшего на долгие годы, чтобы мы всегда лучше занимались профилактической работой, чем лечебной. Ну и, наверное, тоже пользуясь случаем, хочу обратиться и к жителям нашего города просто с просьбой. Я просто хочу попросить, чтобы каждый относился к своему здоровью бережно и трепетно, так как дороже здоровья ничего нет. И очень легко потерять здоровье, и очень сложно его вернуть. И поэтому занимайтесь больше профилактикой, здоровым образом жизни. И то, что делается в городе, в городе вот эти и парки, и велодорожки. То есть занимайтесь спортом, чтобы вот именно здоровый образ жизни, это был, ну как символ жизни, чтобы это было какое-то свое жизненное кредо. Заниматься именно здоровым образом жизни, чтобы не болеть. Так что, дорогие жители города и района, пользуйтесь то, что для вас делают. И берегите свое здоровье. Приходите к нам только на диспансерные осмотры, на профилактические какие-то мероприятия. Ну и здоровья вам. Будет у вас здоровье, и у медиков меньше будет работы, и мы будем понимать друг друга. Спасибо огромное. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был главный врач Барановичской центральной поликлиники Виктор Павлович Михайловский. Все вам доброго, до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин